Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск рубрики «Лёша смотрит». Только что мы вышли с премьеры фильма «Бегущий по лезвию 2049». Несомненно, фильм я рекомендую сходить посмотреть, но я думаю, многих поклонников первого фильма есть много вопросов, прежде чем идти, и, да, и у любителей просто кино. Сейчас я постараюсь на них ответить. По моему мнению, первый фильм всё-таки лучший. Почему я немножко дальше буду говорить? Ну, во-первых, просто потому что сиквелы очень редко бывают оригинальными, чем-то новым, да? То есть я, наверное, вспомнил только второй «Терминатор» по сравнению с первым. Это такие разные фильмы о разном. Здесь же Даниил Вильнёв, режиссёр «Бегущий по лезвию 2049», напомню, первый фильм снимал Ридли Скотт. Очень уж много, по-моему, повторности в этом фильме. Возможно, это даже было сделано специально. Ну, для примера, там даже есть актриса, которая практически как Дэрил Хана, да, её примерно такая роль, как у Дэрил Ханы в первом фильме. Некоторые сцены довольно похожи. Ну, если, ладно, там в китайской забегаловке уличной главный герой кушает это действительно как можно отсылкой считать, то некоторые другие, ну, просто похожи по своему смысловому наполнению с первым фильмом. Ну, мне это не очень нравится такое. Но сам фильм, конечно же, это 2049, он про другое. На другой у него посыл, другая история. И он, ну, это продолжение, конечно, первого фильма, но по-хорошему он самодостаточен. И вот эти практически три часа, которые мы его смотрим, наполнены событиями, не экшеном, обращу ваше внимание, потому что многие вот фильмы, продолжения старых популярных картин слишком этим изобилуют. Вот в данном случае, по-моему, Blade Runner 2049 офигительно выдержан в стилистике того первого Blade Runner. Такая же тягучая атмосфера нуара облачного Лос-Анджелеса. Кстати, некоторые, наверное, смогут из вас обратить внимание, что в этом фильме в 2049 году еще есть СССР. Я думаю, вот сейчас это уже объяснимо. Если первый Blade Runner был типа возможным будущим, то Blade Runner 2049 уже стал как параллельная реальность. По той простой причине, что тогда слишком волновались о том, как будет в будущем с экологией. Сейчас уже понятно, что Лос-Анджелес избавился от смога. Лос-Анджелес, Калифорния 2019 года, в котором происходит событие первого фильма, уже не будет вот этой затянутой облаками практически постапокалипсисом. И поэтому Blade Runner 2049, естественно, это скорее такая параллельная реальность. Но атмосфера фильма осталась. Вот этот нуар, фантастический нуар. Офигенный. Только ради него, если вы любитель первого фильма, на этот нужно сходить. Вы почувствуете себя как дома. Еще я, конечно, очень хотел, чтобы в этом фильме было побольше музыки Ван Гелеса. К сожалению, это не так. Ну, как к сожалению. Новый музыкальный ряд тоже неплох. Неплох. Но те звуки синтезатора Ван Гелеса, это было очень оригинально. И они сейчас узнаются. Просто когда ты слышишь, вот даже звук, ты не мелодия, а звук слышишь, ты понимаешь, что это музыка из Blade Runner. Сейчас ее поменьше, конечно. Я хотел главные темы, вот это, титров из первого фильма. Та-да-та-да-та-та-та-та-та-та-та. Ну, что я напеваю? Нет, к сожалению, этого. Поэтому музыка создавала очень большую долю очарования первого фильма. И меня... Я сейчас просто стараюсь без спойлеров, потому что даже сами авторы актерам присылали куски сценария, чтобы не было точно известно, о чем фильм, как бы завязка, развязка. Ну, это опять же такой детективный в некотором смысле сюжет. Но если в первом фильме андроиды и главный антагонист фильма Рутгер Хауэр, он боролся именно за свою жизнь, то есть он хотел просто жить. Он не хотел всех каких-то равных прав с людьми, да, вот этого ничего. Он просто хотел жить, типа, отстаньте все от нас, дайте нам жить. Мы хотим жить. И в последней сцене, с ним, с ним в последней сцене, когда вот это вот в падающем, при падающем дожде отпускает голубя. И ты вот в этот момент понимаешь, что вот ты стал ему сопереживать. Он для тебя становится не антагонистом, а одним из главных хороших героев этого фильма. Вот такое развитие персонажа офигенное. И в этом фильме, кстати, вот Blade Runner 2049, опять же, говорю про повторность. Сцена с Райаном Гослингом в конце примерно то же самое, только вместо дождя у нас снег. Но сцена вот визуально примерно такая же. Но в данном случае у меня возникает вопрос к мотивации. Если в первой половине, там, ну, до определенного момента я еще понимаю, что хочет выяснить герой Райана Гослинга, то в конце действительно вот ему задает вопрос Харрисон Форд. Не знаю, говорит этот вопрос или нет, будет ли это спорить. Ну, задает ему вопрос Харрисон Форд, и я для себя, посмотрев этот фильм, для меня нет ответа на этот вопрос. Либо это сценарий не показал, либо актеры не показал, я не знаю, на что это можно. Либо я не допер, вы уж извините. Я не допер, да. Но здесь для меня мотивации у андроидов этого фильма и у людей этого фильма нету. Ну, она скорее такая неубедительная. Кроме того, к сожалению, если в первом фильме зрителя постоянно заставляют думать, то в Blade Runner 2049 просто некоторые моменты нам тупо объясняют, специально проговаривая голосом. Мне это очень не понравилось, тем более я не вижу там какого-то какого-то сложности для восприятия. Там просто есть конкретно персонаж, который играет Анна Де Армос. Актриса, по-моему, в моем представлении, это актриса замена... Боже, как ее зовут? Джессики Альба. То есть Джессика Альба куда-то ушла на покой, теперь новая у нас смазливая актриса, вот ее вставляют в некоторые фильмы. Ее роль в этом фильме ни к чему. Она, по-моему, не раскрывает ни персонажа Гослинга, не двигает сюжет никак. И вставлена она, по моему мнению, именно для того, чтобы тупым зрителям кое-какие моменты объяснить голосом. Что не очень хорошо для этого фильма, тем более, что нам не все объясняют. То есть есть некоторые моменты, которые надо посидеть, подумать, а потом внезапно, хопа, нам начинают объяснять. Ну, может быть, тут вмешались продюсеры в фильм, сказали, нам надо смазливую мордашку сюда вставить. Сказали, что, наверное, вот тут зритель может не понять, давайте ему что-нибудь обидеть. Но сам-то фильм, он длинный и тягучий. Тут не про то, чтобы понимать, он про созерцание. И, кстати, я думаю, фанатам Фоллаута вторая часть очень сильно понравится, потому что очень похоже на Фоллаут Нью Вегас. Вот реально. Мне просто интересно пойти почитать какие-нибудь комментарии режиссера, не вдохновлялся ли он Фоллаутом реально вот для второй половины фильма. Там прям вот ощущение вот этого постапокалипсиса присутствует. То, что в первом фильме вдохновляло, вот после просмотра этого фильма, когда все борются за жизнь, не для того, чтобы выжить, да, а просто дать жить, дайте мне жить, вот это главный посыл, мне кажется, этого фильма, то во втором фильме я не могу для себя определить. То есть, получается, там борются, чтобы быть более человечными. Андроиды хотят быть более человечными. Мне этот посыл не очень понятен, потому что если ты другой, то есть если ты другой вид, то вот в первом фильме это они ощущали себя как другой вид, они хотели жить, они чувствовали себя другими, они не хотели быть людьми. И это было понятно на самом деле, что ты отличаешься от того. То здесь такое ощущение, ну, как я это понял, видимо, может быть, я не прав, вы мне поясните в комментариях, я это понял, как андроиды хотят быть больше людьми. Зачем-то. Свобода, да, там про свободу тоже, но вот стремление андроидов, такое ощущение, что они хотят быть больше людьми. Так себе. Ну, вот, ну, не переживаю я в этом плане. Но сейчас таких фильмов уже не делают. Вот Даниил Вильнёв, конечно, с вами двумя последними фильмами, хорош, молодец. И Прибытие, кто недавно, год назад, кстати, год назад, когда рассмотрели Прибытие. И вот сейчас Блэйдраннер 2049, отличные фантастические фильмы, с другим взглядом, что ли. Хотя, повторюсь, опять же, Бегущий по лезвию 2049 очень многое взял из первого фильма. Такая ощущается некоторая повторность. Причем, ну, мне кажется, что это было сделано нарочно. То есть это вот специально такая повторность была сделана, чтобы такие вот арки. Это не сюжетная повторность, именно что ли, не сюжетная, а именно как сцен. Повторность сцен, персонажей, хотя это другие совершенно персонажи. Ну, и чтобы подвести итог, фильм я этот, несомненно, рекомендую к просмотру. Почти три часа приятного созерцания. Но вопросы все-таки к сценарию, к мотивации у меня есть, и к некоторой повторности. Их я предлагаю обсудить в комментариях с вами. Те, кто не согласен с моим видением, Blade Runner 2049. Пишите. Для тех, кто согласен, тоже добавляйте свое мнение. Жду ваших впечатлений. Ну, а на этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Смотрите интересное кино. Лешу Халецкого. Лешу Халецкого. Следующая Коранcle Лешу Халецкого. Продолжение следует...